всем привет меня зовут анатолий добро пожаловать на канал ящик с инструментом сегодня мы с вами поговорим о лестницах о многофункциональных не обычных стремянках про обычные стремянки уже был ролик достаточно давно снятый года на 2 назад сегодня о трансформерах те кто подписан на нашу группу вконтакте видели что мы постили краус и шток первый шток был по моему больше чем полгода назад вот эти две краус и шток которые покупались последний раз они чуть меньше полугода сегодня расскажу что с ними стало плюсы и минусы и при этом затронем то что у нас до этого было это вот обычные дешевые трансформеры перед тем как начать сравнение хочется сразу закрыть вопрос по поводу сравнения трех коленок и трансформеров в общем кто-то скажет например трансформер имеет разнообразные положения можно ли например купить один и не надо например мне покупать второй сразу что хочу сказать это разные лестницы они не взаимозаменяемые есть небольшие пересечения но они настолько малы что блин сложно сравнивать при этом можно конечно взять маленькую трехколенку и сравнить ее например сейчас вы видите на своих экранах с большим трансформером но этот трансформер по сравнению с этим будет настолько неуклюжий здоровый и неудобный что все плюс этого трансформера убьют его габариты а если сравнивать например штоковскую краус либо обычный трансформер с трехколенкой даже самой маленькой если вы куда-то хотите лазить даже вот например на столбы либо же выше первого этажа то трехколенка всегда выиграет то есть тут сравнивать без толку на этих вы нифига не залезете они всегда будут гнуться лестница будет стоять ровно и вы залезете куда хотите кто-то из вас скажет что трехколенка может раскладываться как стремянка и в этом грубо говоря сходство но у трехколенки есть еще одно колено которое позволяет залезать в такие места то есть под потолок например либо же куда-то под трубы куда на этих стремянках ты тупо не залезешь и при разложенном состоянии самая маленькая трехколенка будет по любому по высоте опять же выигрывать в чем выигрывают трансформер это конечно же в универсальности то есть есть разные положения и самое главное это габариты то есть если ты находишься на стройке например не работает у вас лифт его еще даже туда не поставили то с этой маленькой стремянкой либо же трансформер можно легко подняться на последний этаж без каких-либо проблем с любой даже маленькой трехколенкой ты запаришься то есть вот эти вот маневрирование по этажам это просто ну жесть какая-то и соответственно если ты делаешь какой-то монтаж подняться на этаж на лифте очень просто взял под руку зашел даже самая маленькая трехколенка даже по моему в грузовой лифт нифига не влезать и придется все этажи маневрировать залезать наверх надеюсь я ответил на ваши вопросы опять же есть люди которые все это дело сравнивают на мой взгляд это все делается потому что сравнить в большей степени нечем а нам сравнить есть чем поэтому приступаем к сравнению а теперь немного поподробнее только только хватает шнура так что простите за такой ракурс ну да ладно это у нас краус вот так вот это выглядит по габаритам далее обычный трансформер мы его чуть укоротили об этом расскажу чуть попозже когда мы вот эти трансформеры будем грузить уже в автомобиль ну и шток сейчас небольшой ракурс кому будет интересно как это все дело выглядит по габаритам то есть вот то есть разница надеюсь заметно здесь у нас два штока один экспорт использовался по минималке то есть не особо то есть от случаях случаю другой гонялся хвост и в гриву сегодня расскажу что бывает в таком и в таком случае при этом у нас есть еще трансформеры сейчас вы видите это все на картинке это здоровый трансформер опять же он уже в таком пенсионерском виде и уже почти сдох но на складе валяется при этом подобных дешевых было несколько один прикомандировали а другой у нас ушел в утиль почему тоже расскажу чуть попозже есть еще диэлектрическая она у нас вот сейчас за камерой стоит но на кадрах вы сейчас ее увидите при этом мы ее купили недавно и рассказать о ней пока нечего когда потестируем уже если будет интересно пишите в комментариях все-таки расскажу о ней первое с чего мы начнем рассказ это сравнение наверно дешевого и дорогого из дешевого у нас есть достаточно неплохая стремянка чуть попозже расскажу почему она достаточно неплохая но из всего что было из дешевого это очень даже неплохой вариант и дорогая краус здесь порядка 4000 рублей здесь по моему 10 с хвостом погнали многие из вас задут вопрос в чем же разница практически в два раза опять же металл что ребер вот этих на краусе толще ступени гораздо толще на экранах вы это видите постараюсь вставить картинки далее здесь конечно не показатель она пользуется уже достаточно давно но как желе когда на нее залезаешь на предпоследней ступени у тебя уже начинает на под тобой ходить здесь все твердо уверенно опять же каблуки гораздо шире гораздо удобнее здесь у нас идет пластик и резина здесь по моему просто такой ну блин я не могу назвать это пласть блин это точно пластик то есть обрезинки здесь как таковой нету здесь гораздо мягче все это дело обстоит и самая большая большая разница это у нас в креплениях в этом механизме если взять дешевую здесь у нас просто такие заклепочки непонятные на кадрах вы сейчас это тоже увидите на краусе идут крутые здоровые заклепки то есть сделано добротно и самое важное это конечно же механизм сама лестница называется трансформен потому что она имеет разнообразные положения то есть очень много вариантов как ей пользоваться самый легкий вариант это выставил и работаешь на небольшой высоте если нужна стремянка бывают косяки на этой лестнице который здесь постоянно вылезает это вот это вот замок он барахлит то есть у вас получается полноценная стремянка также есть еще одно положение это у нас площадка можно сделать небольшие леса достаточно неплохие ну и в конце все это дело легко складывается здесь за один заход многие из вас заметили чтобы что-то сделать с этой стремянка опять же трансформером нужно вначале одну дернуть начале вторую можно конечно попытаться делать это одновременно но не всегда получается при этом исполнении этих замков достаточно крутое и опять же это удобно но на краусе пошли дальше и сделали более интересную первое положение это также как и здесь можно выставить и работать далее погнали дергаем один раз то есть за счет вот этого вот замка делается одно движение не два то есть это гораздо быстрее при этом все то же самое как и на этой то есть я особо даже не парюсь делаю это быстро надеюсь вам было заметно насколько быстрее при этом я ездил на тулфест постараюсь опять же добавить эти кадры но там был даже целый контур 100 быстрее сделать разнообразные фигуры из этой стремянки то есть букву г например букву м букву л и тому подобное ну и сборка также быстро то есть дернул одну опустил дернул вторую опустил дернул еще раз опустил то есть монтаже это очень удобно опять же по сравнению с этой мне больше нравится теперь поподробнее о механизмах смотрите здесь у нас сделана вот такая рукоятка она имеет ограничения которая двигает все то же самое что и здесь то есть вот эту вот фиговину здесь реализована рычажком при этом есть дешевые стремянки почему мы их выкидывали сейчас видите кадр в общем замки там немного другой другого расположения что ли они выдергивают изнутри и опять же гнутся ломаются когда это все барахлит соответственно ходит недолго следующим этапом мы сравним шток и краус опять же как ярко выраженный пример подобного рода стремянок это стоит опять же горел десятка с небольшим этот порядка 12 по моему обошелся короче сразу же видите габариты теперь давайте разложим шток в общем у нас идет на заклепки в чем разница все лестница готова к работе то есть по сравнению с теми махинациями то есть вы заметили до разницу при этом при складывании здесь конечно не так круто то есть чтобы сложить здесь одну вторую одну вторую здесь такой же замок как на краусе подперли то есть механизм складывания не такой крутой как раскладывание но при этом я не могу сказать что это прям вообще долго в общем как то так перед тем как я еще раз разложу и вы наглядно опять же увидите что быстрее что не быстрее короче смотрите в чем преимущество штока при этом я надеюсь у крауса все то же самое есть потому как когда мы делали обзор стремянок от заргес там такое покрытие было в чем это заключается при работе со стремянкой если нет покрытия то перчатки у вас пачкаются и соответственно если вы по ней лазаете например ложите короба и тому подобное этот алюминий который оседает на ваших перчатках переносится на короба и приходится постоянно менять перчатки то есть это минус то есть вот у нас краус шток при этом наверно вам видно что даже будет побольше по плюсам и минусам опять же эта особенность конструкции но так как здесь все все эти четыре части монолитные здесь практически нет никаких люфтов шток подлюфтовая но при этом не знаю можно нормально лазать пишу до 150 килограмм мы два кабана залезали один с одной стороны другой с другой потому что порой так надо один держит другой крутит то есть ну держит еще одна особенность штока это в том что перед тем как на нее залезать сейчас вы увидите кадры нужно проверять защелкнулись ли все замки то что если они защелкнулись то вы можете подупасть многие из вас спросят а можно ли сделать что поменьше то есть примеру трансформер если тебе надо на небольших потолках ты можешь либо разложить его как-то либо сделать по чуть-чуть и опять же лазать это конечно все ненадежно и потому что в этих положениях стопоров никаких нет но опять же мы так работа не советую но все таки приходится что со штоком смотрите делаем чуть поменьше все нормально можно лазать можно работать если мы пытаемся еще укоротить например сделать вот так вот да то когда я залезаю видео она двигается если делаем короче например при таком положении провод мешает при залезании она опять же выдвигается на самом нижнем положении в принципе работать можно но при условии что вы работаете вот таким вот образом фишка в чем если ты например чуть шевелишься она начинает выдвигаться то есть это достаточно неудобно вот этот упор не рассчитан чтобы здесь зафиксировать можно опять же обмотать изоленты и в принципе будет все ништяк есть небольшое дополнение в общем если ступень сложить снизу то залезть можно опять же она есть такой момент что шевелится но работать с одной стороны можно то есть сами решаете но для верности я бы все-таки эти места чем бы это да закрепил еще небольшое дополнение касаемо работы на лестницах опять же на ступенька в принципе шаг у него достаточно неплохой сейчас вы видите кадры для лестниц есть одно но если ты залезаешь с большей стороны где ничего не сложено то в принципе достаточно неплохо опять же я здесь также складываю снизу но если ты слезаешь с другой стороны то есть она опять же шевелится то есть на мой взгляд надо чем-то крепить кто-то из вас скажет ну если бы была фиксация разных положений то можно было бы делать на при повыше пониже было бы удобно но при этом если это было бы то вот это вот варианта выдвигание за один раз не происходило бы то есть здесь либо одно либо же другое теперь в сравнении в общем здесь ножки что передние что задние прорезиненные опять же петли очень похожи на краус вот краус вот шток при этом самое крутое это вот этот механизм то есть мне он очень сильно нравится и сравнение с обычными стремянками это достаточно быстрее ну и сам механизм крепится тоже на две клепки не просто какие-то там не знаю забивки как на обычных то есть они там замяли как-то и все это держится по ступенькам то есть опять же достаточно здоровые все это на клепках вот эта вся часть пластмасса ну а теперь перед вами оба штока и наверное самое интересное что будет с лестнице если например как первую использовать под себя использовать аккуратно опять же по минимуму вторая используется всеми кому не лень опять же в зной в снег и тому подобное первое это механизм до сих пор все это работает из минусов это наверно вот это вот застежка которая крепит лестницу для транспортировки вот она если на это она еще хоть как-то держит то здесь у нас находится липучка внизу находится ручка ты берешь и тащишь и с этой стремянкой это липучка засралась и вообще никак не держится следующий минус это у нас каблуки в общем они в принципе снимаются что посоветовал бы вам это конечно же когда купите сразу же присобачить их на саморезы опять же вот этот каблук крепится на саморез но я все-таки прикрепил бы вот еще бы и с этой стороны все почему а по одной причине потому что они просрались то есть здесь остался один опять же может где-то в машинах валяются но все-таки из другого выкрутил саморез и он тоже просрался то есть если покупаете то я бы вам посоветовал все-таки прикрутить будет надежнее на дольше хватит еще одно наблюдение в общем смотрите это вот эти вот защелки в принципе не достаточно неплохие в принципе все держится за полгода нареканий к ним особых нет единственное что хотел бы заметить при транспортировке когда вытаскиваете засовываете обращать внимание что вот эти вот защелки они легко вытаскиваются просто они защелкиваются там там есть вот такой вот пальчик соответственно при вытаскивании можете за что-то зацепиться он отвалится и очень долго будете это все дело искать мы тогда думали что уже все просрали но благо заметили сразу и смогли это все дело найти теперь сравним габариты в общем сейчас покажу вам кадры засовывал эти стремянки в разные машины краусы и шток короче смотрите первый кадр это у нас калина короче универсал в хэтчбэк это все вообще ни хрена не влезает опять же многие из вас скажут можно использовать например заднюю дверь да можно но опять же мы посмотрим на багажник смотрите краус влезает но если он влезает то туда практически ничего не влезает каламбур у нас получился что влезает легко туда еще дофига чего можно засунуть далее у нас гранта в гранту все это дело заходит но чтобы засунуть надо под вспотеть но при этом занимает очень много места в это дело видите шток также ну вообще место там не занимает если у вас машина побольше например ларгус тоже это вы сейчас видите то ну тут вообще никаких проблем но опять же по габаритам видно что шток в этом деле выигрывает давайте заканчивать наш рассказ и если кратко резюмирую все что вы сейчас услышали если покупаете дешевый трансформер то обратите внимание на замки если сравниваете дорогой и большой то есть если вам вкрадывается мысль что дорогой потому что грубо говоря бренд здесь отнюдь не так сделано совершенно по-другому и разница она реально в цене ощутимо опять же 10 там или даже 11 тысяч это опять же дорого но если эти деньги есть то я считаю они того стоят если сравнивать шток в плане габаритов но не зная альтернатив опять же не вижу то есть да он стоит дорого но настолько компактной лестнице я другой не знаю ну и по штоку есть недочеты которые все таки хочется чтобы производители устранили потому что цена не маленькая и за эти деньги хочется получиться готовый продукт а не брать лестницу и потом грубо говоря заниматься с ней одним делом доводя ее до ума но на этом у нас сегодня все кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу группу в контакте там вы узнаете самые свежие новости до новых встреч